Мы приветствуем всех друзей нашего Дома музыки и всех любителей, знатоков и ценителей камерной музыки. Наш Камерфест, наш фестиваль, красиво стартовав в прошлом году, захотел стать традицией, имеет для этого все шансы. Он проводится нынче уже второй раз и приобретает статус международного. Мы надеемся, что наш Дом музыки с его привлекательной, чуть-чуть салонной и почти домашней атмосферой для общения музыкального вас рад видеть, мы вас рады видеть и не случайно мы встречаемся в самый главный для нас день, Международный день музыки. Мы вас всех поздравляем, желаем видеться как можно чаще и увлекательно путешествовать по волнам самой разной, многоголосной, разноязычной музыкальной планеты. Ну а в рамках нашего второго международного фестиваля Камерфест вас ждут интересные музыкальные встречи. Сегодня творческие коллективы городского Дома музыки, это хор «Доместик» и камерный оркестр «Бах» перелистают страницы европейского барокко, инструментального, вокально-инструментального жанра. Страницы старинной музыки Англии и Франции перелистает камерный оркестр «Бах» послезавтра в программе «По обе стороны Ла-Манша». Ну, 5 октября молодые музыканты Екатеринбурга не дадут вам скучать с венской классикой. 7 октября Ее Величество скрипка, причем не одна, а целых четыре, будут услаждать ваш слух. В программе «Концерт без оркестра» выступят солисты камерного оркестра «Бах». 10 октября хор «Доместики» мне Валерия Копанева устраивает такую очную ставку европейскому и русскому барокко. Вы услышите в том числе хоровые сочинения русских итальянцев XVIII века. Ну и, наконец, под занавес фестиваля 17 октября камерный оркестр «Бах» и маэстро «Валентин Жук» представят вам целую панораму камерной музыки от XVIII до XX века. Ну что ж, мы желаем вам насытиться той музыкой, которая особенно никогда не рвалась на большую сцену. Малое количество исполнителей, ну и публики немного, и такой очень доверительный музыкальный разговор. Уютная атмосфера — это вообще черта камерности, когда возникает особая форма контакта, теплого контакта с искусством звука, когда как бы все, почти все знакомы. Я вижу среди вас немало наших постоянных слушателей. Вот это особенность камерных концертов. Надеемся, что мы вас не разочаруем своим фестивалем. Ну, осталось только выбрать главную тему фестиваля, и в этом году мы вас приглашаем в прошлое. Музыка барокко. Она пронизывает почти все концерты нашего фестиваля. Мы приглашаем вас в конец XVI, XVII и первую половину XVIII века. Время очень интересное и очень неоднозначное. Роскошь и религиозные войны, величие и нищета, гении и злодейства, изысканность и невежество. Как много всего переплелось в это время, в той далекой эпохе. И очень непросто было среди всего этого многообразия найти внутреннюю гармонию. Люди искусства стремились своими творениями ее обрести, они стремились к красоте и гармонии. Это было нелегко сделать, потому что сами исторические события, реформация, контрреформация, научные открытия, все это разрушало гармонию. А так хотелось красоты. Сегодня мы понимаем, что барокко с высоты XXI века, мы понимаем, что барокко стала действительно вершиной светского музыкального искусства. А тогда назывались все проявления непонятного искусства этим словом. Барокко странный, причудливый. Но если сейчас посмотреть, какой красивый след оставила эта эпоха в истории музыки. Возникли новые жанры – опера, оратория, симфония, трио-соната, концерт. Возникли новые способы игры на музыкальных инструментах. В инструментах появился оркестр. Расцвело искусство импровизации. Как много всего случилось. Конечно, барочная музыка гораздо сложнее по своему музыкальному языку. Она во многом и часто сочинялась для виртуозных исполнителей. И если предыдущую эпоху Возрождения можно было смело назвать эрой вокала, хорового пения, то сейчас на авансцену вышла инструментальная музыка. Это раньше она была скромным аккомпаниатором. А сейчас появились специальные сочинения для слушания, инструментальные произведения для слушания. Причем не обязательно инструментов должно было быть много. Порой публику, отдыхающую в тенистом патио, вполне могла развлечь одинокая виола, которая своим мягким тембром рассказывала о несуетной прелести тихого дня или нашептала на ушко прекрасной Донне страстное признание в любви. Ну а если к виоле присоединялась людня и лютнист, то получался уже полноценный ансамбль. И вообще в эпоху барокко родился оркестр, как я уже сказала, и инструменты стали интересны и каждый в отдельности, и все вместе. Появились новые способы игры. Виртуозы увлекались двойными нотами, арпеджиату, невероятными пассажами. И композиторы все это сочиняли, изливали своим пером на нотной бумаге. И все это действительно игралось, исполнялась эта странная, причудливая барокко. Ну что ж, в афише нашего сегодняшнего концерта несколько имен композиторов, представителей той далекой прекрасной эпохи. Арканжела Корелли, Томазо Альбинони, Антонио Вивальди и даже немец Георг Фридрих Гендель. Почему я говорю даже? Потому что в основном у нас акцент сделан сегодня на итальянской традиции барокко. Главный жанр, лейт, жанр первого отделения – концерта Гросса. «Большой концерт для оркестра». Этот жанр возник в 70-х годах 17 века, сразу завоевал невероятную популярность и представлял собой некое соревнование. Была группа солирующих инструментов, и когда будете слушать, обратите внимание, была остальная группа оркестры, и был скромный аккомпанирующий состав в виде контрабаса и клавесина, как он назывался, басо-континуо – постоянный бас. Ну, некоторые концерты Гросса были настолько вдохновенными, настолько великолепными, что уже не укладывались в рамки камерного жанра. И среди авторов таких сочинений – гениальный Бах, Гендель, Вивальди и Арканджело Коррелли. Именно с его сочинений мы начнем наш концерт. Композитор весьма загадочный. Биография очень простая, ординарная. Да и сочинений он написал немного. Опусов шесть. Но зато каких. Он сам был не только выдающимся композитором, педагогом, он был блестящим виртуозом-скрипачем. Причем к виртуозности он относился аккуратно. Он не любил ее в больших количествах, сказать, излишнюю. Он говорил, что скрипичная техника должна быть основана на подражании человеческому голосу. Он сам великолепно играл. Его звук был мягкий, певучий и очень глубокий. Он так чувствовал, он так слышал. Говорили, что пальцы, его пальцы, были слугами его души. А сам он своим ученикам постоянно повторял. Для того, чтобы хорошо играть, надо хорошо петь. Его музыка очень красива. Причем эта красота не внешняя. Вообще в его музыке нет ни одной лишней ноты, никаких лишних внешних эффектов. Это очень благородная, строгая красота. И в то же время мало найдется в мире такой естественной, прекрасной, такой живой музыки. Каким-то странным образом в его стиле сочетался темперамент южанина. Все-таки он итальянец. И такой очень рациональный подход. Он очень мудро продумывал все, что он будет записывать на нотной бумаге. Вот такой интересный союз. Может быть, он предчувствовал уже музыку будущего венского классицизма. Предчувствовал уже вторую половину XVIII века. Как знать? 12 его «Кончерта Гросса» — это последний шестой опус композитора, прощальный опус. Он любил этот жанр. И все его концерты интересны каждый сам по себе. Интересен этот опус и как цикл. Вы услышите сегодня образец раннего симфонического оркестра, раннего камерного струнного оркестра. Вы услышите группы инструментов, о которых я говорила. Все его концерты многочастные — 4, 5 и даже 6 частей. Он любит очень маленькие медленные связки, которые очень органично связывают части быстрые между собой. Но дело даже не в этом. Дело в том, что какие-то концерты более патетические, какие-то наполнены тихой, мягкой лирикой. Это всегда прекрасные мелодии, ясная гармония. И, наверное, Арканжело Карелли очень талантливо указал будущим гениям тот художественный путь, на который потом талантливо встали Бах, Гендель, Вивальди и очень многие другие композиторы. Я очень люблю фразу «Гении начинают поучать тогда, когда глаза их давно закрыты, и вместо них говорит их музыка». Давайте же послушаем, о чем она говорит. Добро пожаловать в барокко. Я приглашаю на сцену камерный оркестр Бах. Художественный руководитель, заслуженный артист России Сергей Пешков. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Арканжело Коррелли Кончерто Гросса Ре Мажор Опус 6, номер 1 Исполняет камерный оркестр Бах Дирижер Максим Козлов Солисты Ольга Богданова, Ирина Панова и Сергей Пешков Солисты Ольга Богданова 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аплодисменты 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 современных страниц, не только Адажуо соль минор. Девять опусов тоже не очень много. Есть Кончерто Гросса, но в сравнении с Вивальди, который тоже этому жанру отдал большое предпочтение, Кончерто Гросса Альбино не более спокойны, более сдержаны и наполнены вот той самой совершенной красотой, о которой я уже, наверное, не первый раз сегодня говорю. Эта музыка действительно очень высокая, с такими приметами высокого искусства. Это Кончерто Гросса, Томмазо, Альбинони. Сейчас прозвучат два его сочинения в этом жанре. Они входят в опус пятый. Альбинони 36 лет, это 1707 год. Он недавно женился, он получил первое признание в Италии как оперный композитор и с удовольствием окунулся в музыку инструментальную. Его Кончерто Гросса, как правило, трехчастные. И сейчас вы услышите два фрагмента из этого опуса. Итак, Томмазо Альбинони. Кончерто Гросса, ре минор. Опус пять, номер семь. В трех частях. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok